Вместо антибиотика мел, а вместо лечебных капсул пустышки. Сейчас в Украине бум фармфальсификата. И особенно актуально эта проблема стала сейчас, в период обострения вирусных болезней, простуд и гриппа. У нас в стране подделывают всё. И копеечные препараты, типа перекиси водорода, и дорогостоящие медикаменты за несколько тысяч. А всё потому, что на фармрынке отсутствует контроль. Ведь в Украине до сих пор действует мораторий на проверки аптек. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой пустышки? Наша Евгения Коваленко устроила рейд по аптекам и провела проверку на честность. Поход в аптеку, как игра в рулетку. Украинцам страшно идти в аптеку. Ведь купить настоящее лекарство сейчас это вопрос везения. Подробляют целыми сериями. Кому не повезёт, будет лечиться пустышкой. После антибиотика должно быть действие на третий день. Вот, его не было. И таких случаев не счесть. Украинские аптеки завалены подделками. Почти каждый месяц силовики накрывают подпольные ЦК по их изготовлению. Октябрь. Во Львовской области изъяли таблеток на 6 миллионов гривен. Дорогой препарат для свёртываемости крови был фальшивкой. Апрель. В Одессе рассекретили целую сеть. Дельцы сбывали подделки через аптеки. Успели продать более чем на 30 миллионов. А это Харьков. В домашней лаборатории чёрные фармацевты штамповали анаболические стероиды под марками иностранных производителей. Подделывают абсолютно разные лекарства. От самых дорогих до самых дешёвых. Чаще всего это наиболее распространённые и хорошо разрекламированные препараты. И это вам ещё повезло, если, к примеру, в таблетках от головной боли вы обнаружили обычную муку, мел или крахмал. А представьте, что может случиться, если вот этой пустышкой вы будете лечить серьёзное заболевание. Это на собственном опыте довелось испытать Кате. Девушка заболела ангиной. Температура подскочила до 40. Вызвала врача. Кате немедленно выписали антибиотики. Препарат купила в ближайшей аптеке и начала принимать. Но эффекта ноль. Пошёл четвёртый день, температура не падает. Уже чуть ли не каждый день приезжала скорая. Муж мне сам делал укол и сбивал температуру, потому что никакие таблетки ничего не действуют. Ближе к ночи чистят зубы, обратила внимание, что у меня очень много крови в горле. Я так испугалась. Катю госпитализировали. Врачи назначили новые препараты. И выяснили, несколько дней девушка лечилась подделкой. Проводили лабораторные исследования, и он показал, что это обычный какой-то порошок. Там нет даже вообще ничего, просто какая-то пустышка. Кате очень повезло, что лечение пустышкой прошло для неё без серьёзных последствий. А ведь часто потерянное время может стоить здоровья. Это касается не только пневмонии или запальных процессов в гостых ситуациях. Например, пациент с гипертонической хворобой. Ему однозначно нужно контролировать артериальный тиск. Иначе это приведет до ускладения. Никто не уверен в том, что он купит. Он имеет сумму в том, кто ему эти лекарские препараты выдал. Контролировать, что попадает на полки аптек, должна госслужба по лекарственным средствам. Что сейчас происходит на рынке, на камеру комментировать в ведомстве не захотели. Прислали письмо. В нём сообщили давно известную информацию. Нормально контролировать аптеки не могут, ведь до конца года действует мораторий на проверки. Из-за этого собственники аптек чувствуют себя безнаказанными и могут втюхивать покупателям что угодно. Ведь главная цель не вылечить, а заработать. В цивилизованном мире такой фарм-беспредел и представить невозможно. У нас на аптеку выдаются лицензии, а там выдаются персональные лицензии. И не дай бог в Европе. Я отпущу лекарственный препарат рецептурный без рецепта. Завтра я на своей карьере поставлю жирный крест. А у нас сам пациент должен контролировать, что он покупает в аптеке. В этом убедилась и Светлана. Она купила антибиотик. Девушка сразу пошла в аптеку разбираться. В итоге деньги за просроченные антибиотики вернули. Но это скорее исключение из правил. Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты советуют требовать у фармацевта сертификат качества на препарат. Его сразу должны предъявлять. Но предъявляют ли? Мы провели эксперимент. Без камеры под видом покупателя отправились в рейд по аптекам. В первой требуют сертификат качества на таблетки от простуды. Надо мной открыто смеются. Мол, кто будет подделывать недорогое лекарство? Но документ дают. В другой аптеке прошу дорогие лекарства. Это же антибиотики, да? А у вас есть сертификат качества? А когда? Завтра или сегодня? Сейчас этот сертификат будет. Сейчас все полицию не хочет. Да? А долго треба чекаться? Не буду. К неудовольствию аптекарей я соглашаюсь подождать. Тогда мне заявляют, ждать придется уже не 20 минут, а как минимум день. Иду еще в одну аптеку. Здесь тоже отговорки. А у вас есть сертификат качества? Очень много. А что так думаете? Результат эксперимента неутешителен. Только в одной аптеке из трех мне предоставили сертификат качества. Если умовно, короче, сегодня прийти и без попереджения аптеку, 100 аптек проверить, да? Ну, %70 это будут аптеки, которые требуют сегодня закрывать. Наталья тоже давно перестала доверять аптекам после того, как купила подделку. Женщина так обеспокоилась этой ситуацией, что даже решила помочь другим. И создала специальное мобильное приложение, чтобы проверять подлинность лекарств. Мы вводим номер регистрационного посвящения. И далее программа нам выдаёт, что этот препарат, он зареєстрованный в Украине, его чинит. Чи есть по нему заборонені серии. Якщо є, тоді ми перевіряємо серию. Фальшивые лекарства приносят вполне настоящие деньги. Черный фармрынок – это миллиардный бизнес. И ради прибыли дельцы легко переступают закон. Тем более, если он не работает.